МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Знакомство от первого лица. Вениамин Кондратьев посетил Анапу. Закон, рожденный в Анапе, работает. Лето – время активного отдыха. Инструкция для тех, кто не хочет сидеть на месте. Рабочий день временно исполняющего обязанности губернатора Кубани Вениамина Кондратьева сегодня прошел в Анапе. Руководитель региона сам выбрал маршрут объезда, сделав акцент на потребительской сфере курорта. Глава Анапы Сергей Сергеев встречает временно исполняющего обязанности губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в детском санатории «Жемчужина России». Время обеденное, и руководитель региона своими глазами увидел, какие продукты на детских столах. Вениамин Кондратьев требует, импорт неприемлем, если есть наше, местное. Проблему обеспечения побережья кубанскими продуктами через несколько часов обсудят на расширенном краевом совещании в городском театре. А пока объезд по Анапе. Точки осмотра Вениамин Кондратьев выбирает сам. Ему нужна реальная картина. Несколько остановок на небольших овощных и винных магазинах на Пионерском проспекте и Центральный рынок. Руководители региона и глава курорта пообщались с реализаторами и поставщиками. Главные вопросы – производитель, цена и качество продукции. Свою оценку увиденному Вениамин Кондратьев даст уже в большой аудитории, на совещании отметив, да, местная продукция есть, но не в избытке, как должно быть во всем Черноморском побережье. Региональные власти готовы принять все меры, чтобы переломить ситуацию. Пресс-конференция главы города с журналистами на старте курортного сезона. Еще несколько ответов главы журналистам. Приведем еще несколько ответов главы города Сергея Сергеева на вопросы журналистов на пресс-конференции. Например, о том, как идет борьба в городе с суррогатным алкоголем. Я вам одну цифру скажу. В прошлом году на сегодняшний день было изъято 1050 литров алкоголя из незаконного оборота. В этом году на сегодняшнюю дату изъято 35 тысяч литров. Вот эти 35 тонн – это только начало работы. И я могу, соответственно, все сказать, что те, кто должны заниматься, а конкретно сотрудники полиции этой работы, они занимаются сегодня и день, и ночь этой работой. Ежедневно. И оценить могу их работу положительно. Самое страшное для торговцев незаконным, для бутлегеров, скажем так, незаконным алкоголем, это изъятие. Для них штраф – это ерунда, это копейки. А вот изъятие продукции из оборота и ее утилизация и уничтожение – это страшно. Это очень сильно бьет по экономической основе. Поэтому я считаю, что мы должны изымать и утилизировать, изымать и утилизировать. И все это закончится. Интересует журналистов итог, как проверяется в Анапе безопасность плавательных средств. У нас определены на конкурсных процедурах, их проводит бассейновое управление, Кубанское государственное бассейновое управление. Все, что связано с водой, с водными объектами. Определены точки проката. Мы их техзоной называем. Обязательно инспекция по маломерным судам. У нас есть такое подразделение. И я вам скажу, если бы все так работали, как они работают. Они очень мобильные. И их немного людей. Но они очень строго к этому относятся. То есть проводится полная проверка. Они же отвечают и за наличие спасателей на пляжах, за наличие оборудования пляжного. Сегодня мы понуждаем. У нас осталось 17, вот на утро было 17 нерадивых пользователей пляжа, которые до сих пор в ГИМС не обратились за получением разрешения на эксплуатацию пляжей. Но своих работников я попросил, раньше мы этого не делали, прийти к ним на предприятие. Вот допустим, то предприятие, где мы находимся. Они убирают, на сегодняшний день, я знаю, они пляж оборудовали уже, вы выходили, да? Вот. Они убирают пляжный инвентарь на территорию. Ведь покрасить, допустим, вагон для размещения, медсестры, спасателей, можно же на территории, да? А потом в один день раз выстояли, он красивенький, удобный, неуродующий, стоит на пляже. Вопросов и ответов на пресс-конференции было очень много. В рамках новостного сюжета их все, конечно, не рассказать. Лавочки у поликлиник города появились впервые за много лет. Новый главный врач Елена Паркина увидела такую необходимость. Хорошее дело сделали для людей вместе с администрацией города. Три новых лавочки теперь украшают территорию, прилегающую к городской поликлинике. В установке современных лавочек нуждались давно. Хотим огромное спасибо сказать администрации города Анапы за то, что они помогли нам в решении вопроса об установке вот этих вот лавочек. Действительно красиво, уютно и удобно для пациентов, поэтому мы очень рады. Новые удобные лавочки установили для анапчан и гостей курорта, чтобы они в комфортных условиях под тенью деревьев ожидали своей очереди. В скором времени на территории также появятся новые урны. Провести летнее время с максимальной пользой помогают детворе-тосовцы. Лидия Тимофеевна Жули организовала на микрорайоне северный веселый праздник лета. Дворовая площадка заживет на все лето самыми разнообразными мероприятиями. Лето – отличная возможность с пользой провести время и пообщаться со своими сверстниками. На улице Терская, 184, праздничное открытие дворовой площадки собрало всю ребятню соседних домов. Среди детей устроили соревнования по перетягиванию каната, прыжкам через скакалку, всем желающим накладывали аквагрим, а также организовали выставку подделок. А когда их еще показывать, как не летом? За зиму у творческих людей реализовано множество идей. Я посмотрела выставку, мне очень понравились виды. Это очень красиво. Мне понравилось болеть за свою команду и надеяться на нее, что они выиграют. Нам очень нравится, вместе очень весело. Ведь все мы друзья. И очень хорошо вместе. Праздник просто супер. Тут танцуют, тут веселятся в конце концов. Мороженое бесплатное. Это праздник детей. Что же сказать? Лето, яркое, каникулы. Полный отдых, полное счастье вообще. Это город Анапа, город солнца, город лето, город каникул. Усилия к тому, чтобы праздник прошел именно так, ярко, весело и шумно приложили и взрослые, и дети. Мороженое в завершении праздника – добрая анапская традиция. Бесплатный маленький сюрприз – первый в начале лета. О том, как будут действовать дворовые площадки в течение лета, мы еще расскажем. В Анапе продолжается конкурс названия «Самый уютный дворик». Один из номинантов – красивый, уютный зеленый двор многоквартирного дома по улице Ивана Голубца, 103. Каждый уголок в этом дворе – это творение умелых и заботливых рук жильцов дома. В прошлом году двор занял второе место в конкурсе. На денежную премию на территории высадили новые цветы, деревья и кустарники. Среди пестрых островков Петуни и Рос – каменные горки, дорожки, цветных камней. То и выстроились вдоль тротуара, будто строй зеленых солдатиков. Мы, конечно, не ландшафтные дизайнеры, но, однако, стараемся. И, знаете, приходит это не сразу. Где-то переправляем, исправляем, пересаживаем. Но что-то получается. Председатель домового комитета Наталья Ярошенко – главный инициатор этой красоты. Четыре года назад жильцы дома решили – их двору нужен капитальный ремонт. Сказано – сделано. Сейчас дворовая территория радует глаз цветниками у подъездов, скамейками, саженцами различных деревьев. На собственные средства построили автостоянку. Поддерживают чистоту во дворе и юные жильцы дома. Сейчас копаю траву, чтобы ее посадить вот туда, чтобы на детской площадке было чисто. Семья Татьяны Григорьева переехала в Анапу два года назад. На красиво благоустроенный двор сразу обратили внимание. Татьяна Федоровна признается – это повлияло на их решение купить здесь квартиру. Сегодня у каждого из четырех подъездов своя клумба. В доме даже развернуло соревнование, чья клумба лучше. Так дружненько весной вышли, и мы все это распахали. И ребята, и мужчины, и дети все тут крутились, камни носили, горки делали, альпийские. В общем, все сами, все своими руками. Идеи у жильцов дома еще много. Мечтают построить настоящий фонтан. Двор дома по улице Ивана Голубца, 103, по-настоящему один из самых красивых и уютных во всей Анапе. На Кубани закон простой. В 10 часов вечера дети должны быть дома. В Анапе детский закон под контролем. Ежедневно несколько рейдовых групп в городе и сельских округах следят за тем, чтобы несовершеннолетние не гуляли по улицам в неурочный час. В составе рейдовых групп сотрудники полиции, представители администрации, дружинники и казаки. В микрорайоне Алексеевске искали правонарушителей во дворах и на детских площадках. Однако шумных компаний не обнаружили. Но чуть позже заметили идущих по улице молодых парней. Ребята оказались несовершеннолетними. Так как оставалось немного времени до 22 часов, нарушителей отпустили. Они пообещали так поздно больше не гулять. Сотрудники полиции отмечают, после 10 вечера подростки на улицах Анапу встречаются все реже. Количество нарушителей детского закона на курорте сократилось. Но если патруль все-таки фиксирует нарушения, на родителей несовершеннолетних детей составляют протоколы об административном правонарушении. У анапских туристов впереди увлекательное лето. Молодых любителей отдыха на природе ждут бесплатные пешеходные походы по живописным местам Краснодарского края и активный отдых в спортивно-здоровительных лагерях. Определиться со сменами можно уже сейчас. Традиционно Краевая крейсерско-парусная школа, это организаторы самых лучших спортивных соревнований туристической направленности края, проводит для всех желающих бесплатные туристические походы по самым живописным местам Краснодарского края. Это практически весь Кавказский хребет, потом сплавы по рекам и стационарные лагеря. Все, наверное, такие мероприятия, как туристические, они всегда связаны, в любом случае, песни у костра с гитарой, это костры сами очень хорошо, палатки, получение навыков выживания в живой природе, походы с рюкзаками, кто там, может быть, не имеет возможности или навыков далеко ходить, палаточные лагеря. В палаточных лагерях дети заняты различными программами, то есть это на выявление лидерских качеств, военно-патриотические направления, сплав по реке Кубань в лагере Гардемарины Славинске. Очень различный спектр, все эти лагеря проходят весь сезон, то есть все летнее время, до самого сентября. Мы, как Управление по делам молодежи, оказываем содействие, то есть направляем, говорим, какой пакет документов нужно собрать, это несложно, в основном ксерокопии документов, какие-то медицинские справки, простенькие, как везде они нужны. Справки можно получить в Центре патриотического воспитания молодежи «Ратмир», это микрорайон 12, 35-й дом, и по телефону 3-66-14. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – магазин-салон изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В четверг, 4 июня, в Анапе малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 19-21, ночью до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 19 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте.